Ну а мы продолжаем программу, которая называется «Климат-контроль». У нас на прямой связи Константин Рангс, ученый и журналист. Здравствуйте, Константин, еще раз. Добрый день, добрый день. Мы остановились как раз на том, что Илон Маск раскритиковал термоядерный синтез и призвал обратить все-таки внимание на атомную энергетику. И то, что эти страхи, с которыми люди относятся, помня о Чернобыльской катастрофе, о Фукусиме, они все-таки остаются в прошлом. Потому что за прошедшие 40-50 лет очень сильно шагнуло вперед именно безопасность, обеспечение безопасности атомной энергетики. И это все, ну совершенно все другое абсолютно. Вот на этом мы как бы у нас прервала связь. Ну да, тут вы видите, дело такое, что специалисты говорят о том, что, например, катастрофа в Чернобыле очень четко показала, что необходимо использовать именно только те реакторы, которые имеют так называемую защиту от дурака. Или, более, так скажем, научно, они являются самозатухающими. То есть какое бы ни было нарушение, например, нарушение системы обеспечения, утечка воды, например, в любом случае реактор должен заснуть сам, без вмешательства человека. Вот даже вот исчезли люди, все. А реактор сам по себе заснет и перейдет в стабильное спящее состояние. Вот это все разрабатывалось. И надо сказать, что такие реакторы существовали и строились раньше, например, даже и в 70-е годы. Но именно после Чернобыльской катастрофы как раз внимание и было переключено на создание систем максимально безопасности. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела заключается в том, что можно построить такие реакторы, которые будут, что называется, приработать и при этом сами генерировать новое топливо. Но это особенности ядерной цепочки ядерных реакций. И таким образом можно сказать, что на самом деле у нас на Земле огромнейшие запасы ядерного топлива, которые позволят генерировать электроэнергию в течение столетий. А с другой стороны, поскольку отходы становятся топливом, получается очень интересная вещь о том, что отходов-то, как бы, по сути дела, в конечном счете очень мало. Вот я могу сказать такое вещь. И я не довелось побывать в хранилище отходов атмосферных электростанций Финляндии. Толстый скал, вот в глубине, это потрясающее зрелище. Туда мимо проходили такие специальные вездеходы, напоминающие вездеходы из фильма «Чужие». Знаете, очень такое, все было, ну, весьма эффектно. И вот это там в глубине толстых скал находятся пещеры, где хранятся эти самые отходы. И вот что было любопытно. Расчетный срок работы этого хранилища 100 тысяч лет. 100 тысяч? 100 тысяч. Рассыпятся пирамиды египетские в трах. А это подземные... Ледники пройдут и уйдут опять. А это подземное хранилище будет стоять. Но самое интересное было другое. Что вопрос был не в том, что ему нужно это хранилище, что называется, заскалентировать, и чтобы никто больше к нему не касался. Как раз упоминалось о том, что, ну, через какое-то время, возможно, что там не жить, станет опять востребованным продуктом. И поэтому иногда возникает такое мнение, что, ну, такое ощущение, что когда Россия как бы берет на хранение отходы из той же самой Европы, то, по сути дела, она берет деньги за то, что ей привозят топливо. То есть это достаточно такая прагматичное решение с прицелом на будущее. Естественно, естественно, что есть те люди, которые против вообще атомной энергетики, и у них есть свои доводы. Куслов нет. Доводы, это вещь, конечно, опасная. Но, с другой стороны, если мы начинаем смотреть, сравнивать, какую опасность несет, например, из сжигания угля, сколько радиоактивных веществ выделяется при сгорании угля, потому что они уже изначально существуют, эти радиоактивные вещества, в этом самом угле. Мы просто его делаем в виде аэрозолей. И вот тут, да, почему-то уголь таких протестов вызывает, но долгое время как-то на это внимание не обращали. Огромное количество химических веществ мы выбрасываем. А надо сказать, что если, например, гамма-радиоактивность, очень или другую радиоактивность, достаточно легко, с помощью радиометра за 7, то, например, обнаружить, что у вас в воздухе превышенное количество диоксинов, вот вы каким-то таким условным говоря радиометром, в тагавычках, вы не померяете. А это тоже очень опасно. Вот есть отчеты, причем отчеты весьма серьезные, которые говорят о том, что сколько людей гибнет, например, от использования краски на основе свинца. Так что я хочу сказать, что у нас получается такая вещь, на всей планете одно и то же. Наши политики торгуют эмоциями, потому что эмоции мы воспринимаем сразу. А потом, когда начинает, приходит время платить по счетам, вдруг у нас появляются другие эмоции. Знаете, типа того, что ба-а-а, нас обманули. Вот это очень печальная ситуация. Хотя есть, конечно, и положительные новости. Так, а какие новости? С 1 февраля начинается прием залоговодары. То есть опять бутылки, стеклянные бутылки и алюминиевые банки получат у нас в Атве залоговую цену. Сколько я понимаю, 10 центов. И можно будет эту самую тавру после использования, либо в ручном пункте сдачи, либо в автомате-торомате сдать их. И это будет, в принципе, хорошо. Это, кстати, реальный шаг, который показал, что мы все умеем показал, что это действительно способствует уменьшению количества валяющейся тавры на улицах. И на пляжах, или в каких других местах. Но, с другой стороны, эти же тараматы для приема тары не будут стоять на каждом углу. То есть нужно будет, и, очевидно, нужно будет помыть эту бутылочку, привести ее в какой-то товарный вид. Вот, 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 самое главное, бутылочку, не нужно ни в коем случае с нее смывать этикеточку. Потому что тарамат или там сканер будут считывать штрих-код на этикетке. Поэтому банки сминать не надо будет. Их не примут, потому что они не считают штрих-код. Смятая банка, бутылка со смытой этикеткой, это все фактически потерянные деньги для вас. Вот сколько хитростей. Очень важная вещь. Кстати, хочу сказать, что на сайте MixNews была публикация, опубликован этот плакат несколько дней назад. Я думаю, что к первому числу было бы очень уместно его опять вывести на первую полосу. Где подробно описывается, как должна выглядеть бутылка. Она должна быть пуста, естественно, но она должна быть ровная, гладкая, немятая. То же самое с банками. Тараматы, их место, где они расположены, будут указаны на их места на специальном сайте. Ну и кроме этого будут ручные приемные пункты. Процесс будет растянут примерно на 6 месяцев. То есть будет потихонечку выпускаться новая ретара. И вы увидите, на каждой бутылке, на каждой банке будет стоять особый значок о том, что эту посудину можно сдать и получить назад свои кровные 10 центов. Но именно нужно будет искать этот значок, потому что, по-моему, далеко не все бутылки можно будет вернуть. Ну конечно, но тут вопрос в том, что, во-первых, значок легко будет увидеть. Это практика показывает, что это на самом деле все очень просто. И что любопытно, что вы будете уже брать и будете знать, что эту бутылку, вот эту тару можно будет возвращать. В течение 6 месяцев будет стоять на полках и старая тара. Кстати, если вы попробуете сдать старую бутылку без этого значка, то ничего вам, мне кажется, не вернется. Потому что система так настроена, что она будет знать, какую тару. Поэтому, опять-таки, повторяюсь, ничего делать с штрих-кодом, мять бутылку, которую хотите сдать или банку, не надо. Собирайте их отдельно и сдавайте, получайте деньги. Я уверяю, что будет много людей сейчас в нынешней экономической ситуации, когда они будут искать такие бутылки, выброшенные более обеспеченной публикой, собирать их и сдавать. И если, знаете, в той же самой вполне обеспеченной Финляндии, за этой пустой тарой гоняются люди, то я думаю, что у нас будет все то же самое. Ну и почему бы и нет, если это действительно сократит количество выброшенных бутылок и кому-то даст возможность, например, подзаработать. И, с другой стороны, 10 бутылок – это 1 евро. Прекрасно. Вот, крайне имею, уже даже я не пропил бы, даже вот пакет молока можно купить. А, извините меня, 20 бутылок банок, так вот еще и булку. Смешно, конечно, как кажется иногда, что для кого-то вот хлеб, литр, молока и булка – это мечта. Но дело все в том, что такое количество растет, когда рассказывают и показывают реальные счета пенсионеров, у которых остается каких-то 50 евро после того, как они оплатят коммунальные все свои платежи за свои квартиры. То есть если начинаешь думать о том, что для этих людей как раз пакет молока и булка – это вполне большая ценность, или там пакет риса и какой-то еще крупный, который же тоже дорожает на глазах. И в том числе потому, что дорожает энергетика. Мы с вами возвращаемся к тому, с чего начали. Наверное, да, мы увидим наверняка, что эти пункты приема бутылок будут пользоваться успехом. А насколько известно уже, насколько будут вручной прием и вот эти автоматические в примерном соотношении? Вот эти аппараты, будут ли они стоять действительно на каждом углу? Ну, как бы они будут внедряться, потому что на самом-то деле есть вообще мировой, соседский опыт, вот те же скандинавские страны, что постепенно вот эти тараматы – это же не просто вот тарамат стоит. Тарамат – это только автомат приема, а сзади него находится сам пункт приема, где вот все эти бутылки рассовываются, раскладываются и уже потом вывозятся. Они же не просто как бы принимаются, чтобы их опять-таки штампануть и испортить. Вот же все дается как бы сегрегация этих вещей. Поэтому тут важный момент, что, очевидно, сначала будет больше ручных пунктов приема, а постепенно, как говорится, как люди будут привыкать к этому делу, будут и увеличиваться количество тараматов. Их же надо же все-таки где-то купить, наладить, как говорится, обеспечить им ремонт, обслуживание. Так что я думаю, что это будет постепенный плавный процесс. Но хочу сказать, что когда я, прибыв в Финляндию в 1999 году первый раз, увидел этот тарамат, это казалось каким-то чем-то чудом. И самое интересное, что местные финны говорили, что тоже это вот внедряется. У нас такая полезная вещь. Но не все четко себе представляли, что с ней делать. Многие, например, лукаво, брали бутылки от напитков, купленных в Эстонии, и пытались засунуть в этот тарамат. И их поражало, как эта машина понимает, что это эстонская бутылка, потому что он выплевывает ее назад. Но все было просто. Он считывал их код на бутылке и отправлял. Делайте, что хотите, выкидывайте в специальный контейнер. А сейчас это уже никого не удивляет. И людей всех возрастов, они все прекрасно ходят, сдают эту самую тару. И меня тоже в 10 лет поражало, что вроде бы вот после праздника Юханус, это финский вариант нашего лига, огромная масса людей с виду абсолютно не нищих, они собирают вот эту тару в большущие мешки, молодежь этим развлекается, и тащат все это к тараматам, стоят очереди, получают свои талончики, чаще всего так, и идут в магазин на эти талончики отовариваться. Кто молоко, кто картошку покупает, а кто опять пиво по новому кругу. Так что, знаете, сдача бутылок, которые мы практиковали полвека назад, она оказалась чрезвычайно правильным, экологически верным действием. Все, мы вернулись. Ну и можно вспомнить, ведь действительно, то, над чем смеялись вот починка старых носков, там починка вещей, которые считались тоже каким-то признаком бедности, недостаточной развитости страны, тем не менее, сейчас снова в тренде, и как раз пропагандируют вторую жизнь вещей, для того, чтобы не множить сущностей, для того, чтобы люди не занимались вот... Ну, если даже обратиться к истории, в прошлое, мы можем заметить, насколько мало вещей было у человека, ну, еще 200-300 лет назад, и насколько эти вещи служили ему на протяжении всей жизни, и даже после его смерти они переходили по наследству и продолжали работать уже, обслуживая наследников. И вот это, ну, то, что мы считали, вот век потребления, когда стало немодным вечные бритвы, нервущиеся чулки, и все это специально портилось для того, чтобы это бритвы тупились, а нейлон давайте испортим так, чтобы чулки все-таки служили какой-то короткий век, и нужно было покупать все это заново. Вот эта идея все-таки вечных вещей, она возвращается тоже. Ну, тут очень интересный момент, как все поворачивается. Например, больше, чем 100 лет тому назад, Джиллет изобрел свою одноразовую бритву, свое одноразовое лезвие. И надо сказать, что на протяжении, вот где-то до 90-х годов, его имя просто превозносилось как человека, который придумал вот этот магистральный путь бизнеса, одноразовые вещи. Использовал, пришло в негодность, выкинул и купил новое. А сейчас получается, что нет, как раз вот именно, как вы говорите, нужно нам учиться использовать опять эти вещи. Дело другого рода, что, скажем, долгоживущие вещи не могут быть дешевыми. Вот это постоянное потребление, потребляю, 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 да, оно, и покупаю все новое, оно выясняется, что это, в общем-то, для цивилизации тупик. Кстати, поэтому выясняется, что, например, постоянный апгрейд, например, электроники, это тоже тупик. Потому что уже наступает тот момент, когда только что сделанная выпущенная модель любого потребительского телефона, там, чего угодно, она уже устарела, даже не в тот момент, когда выпущена была, она устарела, когда ее запустили в производство. Вот в чем проблема. И при такой гонке мы все время покупаем все новые и новые ресурсы, прошу прощения, все это ресурсы, выкопанной из земли. Ну, земля не резиновая. И вот так вот, с чего вы начали, Олег, очень верное замечание, это то, что все больше и больше стран богатеют, развитие идет, и вот эти миллиарды, 8 миллиардов человек, на каждый день хотят все жить лучше. Вы посмотрите, как растет население той же Африки. Оно не просто растет, нам ведь стоит упоминуть, что там растет число университетов в той же самой Африке, там растет бизнесы, все больше и больше. Посмотрите, как они себя рекламируют. Та же самая Ангола, допустим, Пенни, другие страны, они предлагают свои новые инвестиции, и туда идут бизнесы. И вот эти миллиарды, уже, по-моему, 2 миллиарда, подбираются африканцев, они тоже хотят ездить на хороших машинах, они хотят красиво одеваться, они хотят покупать модные вещи. Вот это действительно огромная проблема, и вполне возможно решение заключается в том, что нужно, чтобы произошло какое-то выравнивание в этих самых употреблениях. А это совершенно отдельная тема. Да, да. Тут пришел вопрос, зачем проверять код нотари, чтобы ее не принимать? Зачем тогда вся эта идея сбора тара? Наверное, чтобы не загрязнять среду обитания. Я понимаю, что речь идет исключительно о том, чтобы проверить, заплатил ли человек, ну, то есть, условно говоря, был ли взят налог уже с этой бутылки, потому что если бутылка продавалась без налога, было бы несправедливо платить человеку ну, вот эти 10 центов, которые как бы не были заложены изначально. Да, конечно, допустим, условно говоря, вы покупаете бутылку, стеклянную бутылку, не знаю, соком стоимостью 2 евро. Вот такие хорошие соки в стеклянных бутылках. И когда вы покупаете, вы будете знать, как, например, в Эстонии это делается. Стоимость 2 евро плюс 10 центов. И вы отдаете на кассу 2 евро 10 центов. А другое сок продает сукисту за 2 евро. И будет действительно это нечестно, если вы купили бутылку за 2 евро, а потом пошли ее сдали, получили 10 центов, и получается, что на самом деле вы купили бутылку за евро 90. Система никогда не позволяет обманывать ее. Поэтому все люди как раз для этих целей делаются. Я был свидетелем того, как люди пытались ксерокопировать какие-то вот эти вот штрих-поды, наклеивать на эстонские бутылки, в Финляндии было дело, и пытаться обмануть систему. Довольно, что какое-то время это удавалось. Но потом что-то внутри мозгов системы случилось, и она стала выплевывать эти самые бутылки назад. То есть она поняла, что что-то тут не то. Так что я хочу сказать, что это весьма интересная вещь, конечно, для, я думаю, и для производителей, и для тех, кто будет писать софт. Но для потребителя через некоторое время это станет привычной вещью. Ну что же, спасибо большое. Константин Рангс, журналист и ученый, был с нами на прямой связи. Программа «Климат-контроль». Говорили мы сегодня на действительно такие очень важные и актуальные темы, которые приходят в нашу жизнь, и эту жизнь меняют. До следующей пятницы, хорошей недели. До свидания. Всего доброго. И будьте осторожнее на дорогах.